и всех приветствую на своем канале юнчфам и чинчфам и с вами лена я вам еще задолжала одно видео с прошлого года которое называется как я держу себя в форме и что я ем вам подробнее расскажу о том что я ем как какие у меня принципы правила ну и обо всем по порядку я приготовила огромную корзину совсем-все-всем но наверное сначала я просто расскажу о каких-то правилах в кавычках наверное не тяжело назвать это правилами так как я этому не придерживаюсь это мой стиль жизни то что я делаю каждый день на подсознательном уровне но то что действительно мне помогает как бы оставаться в здоровой форме такую еду скажем например чипсы да все знают что как бы это там раковая составляющая то что это не полезно для еды я может полностью от этого не отказываюсь но я никогда этого не покупаю практически то есть это очень редко в основном наверное когда какие-то вечеринки и просто для людей покупаешь ну и сам пару штук съел а так когда покупала последний раз чипсы я не вспомню честное слово не знаю поэтому видите если у вас этого дома нет то вас к этому и не тянет вы знаете также что на моем канале время от времени наверное редко все-таки я выставляю какие-нибудь рецепты из того что я готовлю дома и также еще у меня золотое правило я никогда не покупаю какие-нибудь торты пироги у там в магазине это было бывает очень редко в основном я все это делаю действительно дома потому что дома я знаю какие продукты я добавляю я добавляю именно ну меньше допустим сахара есть я не употребляю маргарин а сливочное масло то есть это более полезная выпечка чем я не знаю там что также насчет выпечки все в меру то есть я выпечку готовлю редко и например пироги если я готовлю то это тогда когда я зову гостей то есть я знаю что вот мы все вместе по кусочку съели и у меня не будет целую неделю какой-то дома пирог чтобы им как бы объесться и потом все-таки набрать вес потому что выпечка она все-таки состоит из муки высшего сорта которая не очень полезна для здоровья и также если еще там дрожжи ну сами понимаете все вот именно наверное золотое для меня правило все в меру все по чуть-чуть и всегда у вас тогда будет хорошо дальше когда я ем я стараюсь есть либо медленно я точно чем медленнее чем мой муж либо скажем всегда когда вы едите не наедаться чтобы у вас не было полного насыщения так как как правило на самом деле насыщение приходит через 20 минут после того после приема пищи и когда вы уже совсем наелись это обозначает что через 20 минут вы уже полностью объелись потом еще одно правило наверное есть простую пищу например йогурты да вот они бывают над там с всякими привкусами с этим стрем я пытаюсь покупать обыкновенный белый йогурт натуральный йогурт где есть именно вот эти вот как их полезные бактерии для желудка и там нету ни малины ни клубники ничего другого я потом просто у меня в банке как бы клубника я смешиваю этот сок с клубники сами сами клубнички с натуральным йогуртом и ем полностью действительно полезный продукт еще одно правило это не есть слишком поздно знаете многие говорят после 6 лучше не есть я считаю что надо прислушиваться вашего организма если допустим вы поели в 6 часов последний раз и у вас потом я не знаю часов в 11 просто жуткий голок то я думаю что из этого ничего хорошего не выйдет так как вы не сможете заснуть из-за того что у вас журчил в желудке или вы еще хуже наедитесь именно так поздно поэтому я считаю есть надо тогда когда удобно вашему организму и вы знаете что вы насытились но также не переели для того чтобы у вас не был полный желудок когда вы ложитесь спать и также на ужин выбирать менее жирную пищу допустим жирную можно что такое вот прям питательное можно съесть на обед а вот ужин уже предпочитаете что нибудь более такое легкое как это может быть это может быть салат это будет супчик еще важный пункт конечно дозировка я ем обычно с больших тарелок но я никогда не накладываю слишком много я ем больших тарелок для того чтобы это можно было украсить красиво но если вы знаете что когда у вас большая тарелка слишком много себе ложите еды то наверное лучше начать с маленьких тарелок и потом как бы привыкать к тому чтобы можно было меньше положить но уже в большую тарелку да конечно же декорация всегда надо пытаться делать так чтобы это было приятно на взгляд что когда вы ели у вас было насыщение не только для желудка но и для глаз ну и также надо подумать о дозировке масла потому что иногда бывает так что вроде бы и не хотим так много использовать и вдруг вылилось чересчур много и до широкая горлышко с этим ничего не поделаешь итак я на самом деле давно уже хотела такой набор моя мамуля мне его подарила за что ей большое спасибо что действительно очень очень практично это вот такие вот дозировки для масла и уксуса то есть вы себе допустим когда вы делаете салат обычно масло вот вы налили из горлышка надо бывает чересчур много но еще знаете и сразу вниз идет а это распылитель поэтому вас масло всегда будет именно на поверхности салата но не будет опускаться вниз и вы себе распылите столько сколько вам надо и не чуть больше а